В Украине 17.00. Все, что нужно знать к этому часу, расскажем в этом выпуске. В студии для вас работает Станислав Листопад. Здравствуйте. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выполнял российский заказ на информационные акции в Крыму во время аннексии полуострова. Позже по поддержке псевдореспублик ЛНР и ДНР. Об этом сообщил заместитель главы службы безопасности Виктор Кононенко. По его словам, спецслужбы разрабатывали Вышинского как гражданина Украины. Однако позже выяснилось, он имеет также российское гражданство и государственные награды от российского правительства. В частности, с надписями «За возвращение Крыма». Антиукраинскую деятельность Вышинского спонсировали из Москвы. Деньги поступали в Сербию, а уже оттуда, в Украину. Ежемесячная сумма составляла около 53 тысяч евро. 53 тысячи – это на проведение подрывной деятельности. Это только доказанная сумма. По нашим оперативным данным, общая ежемесячная сумма составляет более сотни тысяч евро. Это та сумма, которая подтверждена следствием на сегодняшний день. Война на Донбассе инспирирована Россией, сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время поездки в зону проведения операции Объединенных сил. В прифронтовой попасной в Луганской области он побывал на базе ОБСЕ, пообщался с местными жителями. Кроме того, обговорил ситуацию на линии фронта с командующим Объединенных сил Сергеем Маевым. Строительство России Керченского моста нарушает суверенные права Украины и Конвенцию ООН по морскому праву, написала в Фейсбуке замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, возведение сооружения негативно повлияло на судоходство и рыболовство в этом районе. В сентябре 2016 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН. В мае 2017 года прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за строительства моста в Керченском проливе. Убытки Украины от российского проекта оценивают как минимум в 385 миллионов долларов. Суд по делу крымского активиста Владимира Балуха, якобы избиение начальника следственного изолятора, объявил перерыв до 16 мая. На заседании заслушали свидетелей стороны обвинения подчиненных якобы потерпевшего Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу UATV сообщила адвокат, обвиняемого Ольга Динзе. По ее словам, свидетели подтвердили свои показания о наличии конфликта между Балухом и Ткаченко. Защита украинца настаивает на предвзятости и неправдивости озвученных свидетельств. В ходе допроса нами усматривалось, что сотрудники явно находятся в зависимости от своего руководителя, а именно потерпевшего Ткаченко. Поэтому добиться от них каких-то действительно правдивых показаний, ну, не представлялось возможно. Крымский фермер Владимир Балух незаконно осужден оккупационными властями за якобы хранение боеприпасов к 3,5 годам колонии поселения. Новое дело против Балуха возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Он утверждает, что Балух его избил. Защита активистов утверждает, что дело сфабриковано. Админграница Украины с аннексированным Крымом под усиленным контролем. В Херсонской области начала работу патрульная полиция Автономной республики Крым и Севастополя. 65 правоохранителей несут службу на блокпостах в Геническом, Калачакском и Чаплинском районах. Полицейские будут круглосуточно патрулировать пограничную зону и обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах, соединяющих материк с временно оккупированным полуостровом. В открытии отделения патрульной полиции в Автономной республике Крым и в городе Севастополе – это только первый шаг. Я верю в то, что скоро придет время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров, нашу землю. В первую очередь это функции патрульной полиции. Это обеспечение безопасности людей, обеспечение безопасности дорожного движения на приграничной территории. Реформа сельской медицины в Украине. Инновационный фельдшерско-акушерский пункт открыт в селе Абаденьки в Киевской области. Теперь фельдшер может проводить осмотр пациентов с помощью современной аппаратуры. Работать эта система будет по принципу телемедицины – медицины на расстоянии. Результаты исследований сельский фельдшер сможет отправить в районную или городскую больницу врачам-специалистам. Они поставят диагноз и назначат соответствующее лечение. Здание пункта спроектировал французский архитектор по стандартам энергосберегающего пассивного дома. Он практически не нуждается в отоплении. Здесь же оборудовано помещение, в котором будет проживать фельдшер. Вы первые, где начинает реализовываться программа «Сельская медицина». Хочу поблагодарить наших французских коллег. Мы эффективно сотрудничаем. Программное обеспечение для телемедицины к нам прибудет из Канады. Мы используем немецкий опыт, чтобы не повторять ошибок. Хорватия прислала нам специалистов, которые помогут во внедрении этой системы. Меня туда пригласили, в кабинет осмотрели, сделали кардиограмму сердца. Там все по-современному, вся аппаратура такая, что не в каждой больнице в райцентре есть. Дай Бог, конечно, чтобы люди были здоровы, но если кто-то в селе заболеет, теперь все есть. Помощь будет оказана быстро и качественно. Уголовное производство из-за ненадлежащей организации поездки детской футбольной команды в Беларусь открыла прокуратура Сумской области. Сообщила в эксклюзивном интервью нашему телеканалу спикер ведомства Наталья Науменко. В воскресенье микроавтобус с ребятами юношеской футбольной команды, возвращаясь в Украину, попал в ДТП в Беларуси. В результате один ребенок погиб. Шестеро госпитализированы в Брестскую областную больницу. Четверо детей в реанимации. Двое из них в тяжелом состоянии. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки с сопровождающим лицам. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Экстренное заседание по ситуации в секторе Газа началось в Совете Безопасности ООН. Обсуждение инициировал Кувейт. Накануне, в день открытия американского посольства в Иерусалиме, на границе сектора Газа с Израилем, начались столкновения палестинцев с израильскими полицейскими и военнослужащими. Демонстранты жгли шины и забрасывали правоохранителей камнями. Те в ответ открыли огонь по протестующим и забросали их гранатами со слезоточивым газом. Погибли 59 палестинцев, более 2700 ранены. ООН и ЕС осудили Израиль за применение оружия. Такое смертельное оружие можно использовать только тогда, когда есть прямая угроза жизни или серьезные травмы. Попытка подойти к ограждению или пересечь его не представляет угрозы для жизни и не является основанием для использования огнестрельного оружия. Мы снова призываем к независимому прозрачному расследованию всех смертей и ранений с 30 марта. 200-километровые пробки на скоростной магистрали неподалеку от города Леверкузен в Германии создали пять азиатских буйволов. Животные сбежали с пастбища и вышли на шоссе. Дорогу перекрыли на восемь часов. Полиция попросила водителей грузовиков помочь окружить животных и вызвала специалистов кельтского зоопарка, вооруженных специальными шприцами со снотворным. Сонных буйволов вернули местному фермеру. И уникальные венецианские гондолы в стиле барокко спустили на воду в Чехии. Они проплыли по реке Влтаве в Праге. Их впервые привезли из Венеции в чешскую столицу. Там проходит ежегодный речной фестиваль «Навалес» в Венеции. Эти гондолы хранят в музее и не спускают на воду. На вывоз лодок из города потребовалось специальное разрешение мэрии. Организаторы фестиваля застраховали гондолы на полтора миллиона долларов. Фестиваль «Навалес» посвящен памяти чешского святого Яна Непомуцкого. Его считают покровителем Венеции. Гондола – только один вид венецианской лодки. Здесь есть еще карлина или сандола – самые украшенные венецианские боевые катера с барочными статуями под названием бессоны. Эти лодки никогда раньше не покидали Венецию. К этому часу пока что все. Эту и другую актуальную информацию онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск через два часа. Не пропустите и оставайтесь с нами. Будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова